На фронте увеличилось количество боестолкновений. За минувшие сутки зафиксировано более 190 сражений. Больше всего на Покровском, Кураховском направлении. Также 21 раз россияне атаковали на Лиманском направлении. Шесть раз противник пытался вклиниться в оборону на Торецком направлении. Атаки шли на Ореховском, Ремевском, Приднепровском, Краматорском, Харьковском и Купенском направления. 17 октября противник нанес почти полсотни авиаударов, более 650 ударов дронами «Камикадзе» и осуществил свыше 3000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов. По предварительным данным, только на Покровском направлении потери армии агрессора составили 365 человек. Уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина, одна радиолокационная станция. Повреждены один танк, один БТР, два БМП, одна пушка и три автомобиля. 1530 российских солдат ликвидировали силы обороны Украины за сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации потери российской армии превысили 675 тысяч. Это данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Также украинские военные уничтожили за сутки 13 российских танков, 51 боевую бронированную машину, 23 артиллерийские системы. Кроме того, силы обороны Украины сбили 48 беспилотников оперативно-тактического уровня, а также поразили 95 единиц автомобильной, специальной техники и цистерн с топливом. Керченский мост 17 октября прикрывали дымовой завесой. В это же время на временно оккупированном полуострове звучала тревога. Также мониторинговые паблики писали, что в Керчи работала российская ПВО. Что происходило в неподконтрольной Украине и Крыму, не сообщается. Говорим о ситуации на фронте, о том, что происходит с нами Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии Юг. Сергей, рады вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, слава вооруженным силам. Доброе утро, коллеги. Сергей, сразу же хочу спросить. Мы сейчас как раз, когда озвучивали информацию, говорили о том, что за вчерашний день увеличилось количество боестолкновений. Генштаб подает информацию более 190. Хотя наверняка тут стоит проводить параллели. Бывали дни и до этого, где потом, возможно, где-то затихали эти процессы и так далее. Но агрессивная война Российской Федерации, она продолжается. Но все же хочу спросить, есть определенная закономерность, почему за последние дни увеличилось количество боестолкновений? Складывается впечатление, что российская армия куда-то спешит. Можем ли мы так говорить сегодня? Абсолютно верно. Я даже употребляю такое выражение, как Россия поставила, скажем так, на конт нынешней осенью практически все, что у нее есть. И поэтому поддерживают, пытаются поддерживать вот такие темпы наступлений, интенсивность боевых столкновений. На протяжении уже очень большого периода я напомню, что наступательное движение, наступательная кампания Российской Федерации, она во всей линии фронта, особенно Донецкая операционная зона, Харьковская операционная зона продолжается уже более года. Год и один месяц. То есть 13 месяцев Россия, используя максимально все, что у нее было накоплено, используя, если по технике, в том числе огромные запасы еще советских времен, пытается атаковать и действительно поддерживает вот тот уровень наступательных движений, который сегодня есть. Вы знаете, я хочу заметить, что вполне вероятно сегодня сложилось такое мнение, что Российская армия действительно будет наступать бесконечно, Российская армия постоянно продвигается вперед и, ну, наверное, вполне вероятно создает определенные, это без сомнений, настроения, в том числе в украинском обществе и, скажем так, у тех людей, которые в других странах наблюдают за тем, что происходит на нашем фронте. И хотел бы заметить, что я поэтому не случайно акцентирую внимание, что военная кампания Российской Федерации наступательная, она продолжается уже более года, но буквально несколько цифр и почему Россия спешит. Потому что за этот год продвижение по прямой от тех позиций, с которых Россия прошлой осенью начала активные боевые действия, 38 километров, если мы говорим, например, о Покровском направлении, 38 километров за год. Ну, то есть мы можем понимать, насколько удачными на сегодня при всех тех моментах, не очень приятных для нас, это и задержки западной помощи, это там полугодичное прение о том, что давать Украине, когда в Соединенных Штатах, тем не менее, нашим силам обороны удалось сдержать врага. Более того, мы говорим о том, что потери, вы уже приводили сегодня, потери российских войск, они просто колоссальны. Поэтому Россия спешит, Россия сегодня использует те резервы, которые у нее накоплены для того, чтобы выполнить задачу, а задача эта четко стоит перед ними, выйти на границы Донецкой и Луганской областей. С другой стороны, по Луганску можем тоже отреагировать теми позитивными моментами, которые, несмотря на все, у нас есть, это боевые действия, в частности, и того же Азова в Серебрянском лесу, и других подразделений, где у нас есть успехи. Давайте вспомним Волчанск, где удалось и харьковское направление остановить врага, не дать ему провести блицкрих, отбросить его от тех позиций, на которых он был. Мы говорим о Липцах, это тоже харьковское направление. То есть сегодня Россия действительно в виде, что те темпы продвижения, которые она демонстрирует, вернее, та интенсивность боев, на которые она рассчитывала и ведет их с такой интенсивностью, не дает все равно того результата, на который рассчитывали. Поэтому сегодня максимально пытаются продвигаться, пытаются использовать авиационную компоненту, давайте посмотрим на Торецк, посмотрим на Селидово, сносят буквально с лица земли, при этом в Курской области сносят свои деревни, тоже бомбардировки идут, и там как минимум уже несколько сел полностью уничтожены. И этот дедлайн сегодня существует. А дальше попытка сделать паузу, потому что в любом случае ресурсы Российской Федерации, что бы ни говорили, в Москве они не бесконечны. И, собственно, те потери личного состава, механизированные компоненты, они, конечно, скажем так, через несколько месяцев вполне вероятно выйдут России уже боком, особенно что касается техники. Если личный состав еще можно правдами, неправдами, с использованием наемников как-то закрывать эти брешьи, то по технике российская экономика уже не вытягивает, мы это тоже видим, ощущаем. Хотя на сегодня у них, конечно, еще и хватает вооружения, есть боеприпасы, есть то, что стреляет, едет, бежит. Но, опять-таки, погода будет все равно в любом случае влиять и на использование механизированной компоненты. И погода уже начинает это демонстрировать. Поэтому враг в том числе и из-за этих погодных условий тоже спешит. — Сергей, если говорить про то, что спешат 14-го числа обстрел Одессы, Одесский порт, 15-е, в ночь на 15-е, самый массированный с начала полномасштабного вторжения обстрел Николаева, как раз юг, зачем они это делают? — А все как раз и описывается то, о чем мы с вами сегодня обсуждаем, потому что Россия попыталась и пытается не только на линии боевого столкновения создать вот это напряжение по всей линии фронта. Ну, понятное дело, если Запорожское не так активно, например, как Донецкое направление, то в любом случае отвлечение боевыми действиями наших сил не дает возможность, например, определенные украинские резервы использовать на том же Покровском направлении. И враг это осознает, и враг на это рассчитывает. Что касается Николаева, то действительно после 1922 года, наверное, такого обстрела, массированного с использованием установок комплексов С-300, наверное, и не было. То есть вернули вот таким холодным душем с гибелью людей, с ранеными людьми в историю 1922 года, обстрелы Одессы, припортовая инфраструктура. Все это связано с тем, чтобы даже в условном, я подчеркиваю, в условном тылу создавать вот эти очаги напряжения, держать наши силы противовоздушной обороны в постоянном напряжении, хотя, понятное дело, что наши бойцы всегда, они в постоянной боевой готовности. То есть атаковать и мирное население, открыто заниматься террором, демонстрировать это снова-таки не столько, наверное, уже для украинцев, хотя попытка влиять на наш внутренний фронт, она со стороны России постоянно, но и попытка повлиять на наших партнеров, тем более в преддверии того, как президент поехал представлять план победы, другие проекты, встреча Украина-НАТО, будущий Рамштайн, пусть он и состоится в режиме онлайн. Попытаться влиять на наших партнеров, что все, давайте останавливать на тех рубежах, на которых мы сегодня есть, мы вам обещаем, что вполне вероятно не будем обстреливать и готовы об этом говорить, хотя напрямую Россия заявляет абсолютно обратно. Им необходима остановка, необходимо выиграть время для того, чтобы проводить перегруппировку. Поэтому террор, интенсивность боевых действий, это сегодня те инструменты, которыми Россия пытается влиять на наше общество, соответственно, на наши силы, ну и на наших партнеров. Сергей, мы сейчас, в частности, с вами говорили и вы частично вспоминали о том, с кем сотрудничает Российская Федерация, кто пополняет запасы. Много на днях все-таки информации и обсуждения о том, кто из военных КНДР прибудет для участия в войне России против Украины. Но и также мы говорили, и вот вы вспоминали о том, как могут пополнять запасы. Запасы имеются в виду, да, то, что необходимо сегодня для того, чтобы вести военные действия. Тут еще есть информация, хотела бы вам озвучить нашим зрителям. В Саратове российских военных начали учить на самоходных артиллерийских установках из КНДР. Об этом в своем телеграм-канале сообщило партизанское движение «Атэш». Подготовка артиллеристов проходит на базе восстановленного Высшего артиллерийского командного училища. «Атэш» отмечает, что это демонстрирует неспособность России самостоятельно производить и ремонтировать собственное тяжелое вооружение в необходимых количествах. А что еще это демонстрирует? Хочу, чтобы тоже с военной точки зрения мы проанализировали данную информацию. Вот, собственно, эта информация подтвердила то, о чем я сказал, что механизированная компонент у врага несет огромнейшие потери, особенно ствольная артиллерия. Хотя сегодня мы не скажем, что она работает на ноль. Ну, к сожалению, да, это те реалии, с которыми мы сталкиваемся, и нам в этом плане артиллерии не хватает. Это точно. Это снова-таки к нашим партнерам и союзникам, что нам необходимо. Те запасы, которые советские есть, они все равно заканчиваются в России, но тем не менее. Поэтому это говорит о том, что подготовка кадров сегодня в России провалена. Кадров, которые довольно-таки специфические, потому что одно дело, штурмовая пехота – это пушечное мясо для Российской Федерации. С этим, как говорится, все понятно. Выловили, кому-то заплатили. Опять-таки, вот эти контракты сумасшедшие. Некоторые регионы Российской Федерации уже говорят о том, что и просят центр Москву снизить им вот эти планы мобилизационные, потому что экономика не вытягивает эти огромные суммы. Людской ресурс не бесконечен. Опять-таки, проблемы на трудовом рынке у Российской Федерации. Так вот, по военным специалистам. Почему, без сомнения, я думаю, даже не надо проверять, наверное, разведке было эту информацию. Мы говорим о том, что офицеры Северокорейской армии уже работали и работают на территории, в том числе временно оккупированной части Украины. Как раз вот эти ракеты КМ-23 баллистические, кто обслуживал эти установки, кто запускал эти ракеты? Я более чем уверен, на все 100% возьму на себя такую смелость, это все происходило не просто под руководством офицеров Северной Кореи, а именно эти расчеты выполняли и выполняют эти обстрелы наших мирных городов и населенных пунктов. Опять-таки, если говорим о Саратове, то вот эти самоходные установки не хватает у России специалистов, потому что многих с 2014 года выбили из строя, а система военного образования на Российской Федерации, она абсолютно провалена, и я думаю, что сейчас и так называемые зет-патриоты возьмутся за голову, если они посмотрят картину, сколько военных вузов было закрыто, и речь идет не просто о пехотных каких-то училищах, речь идет, в том числе, вот видите, восстанавливают артиллерийские. То есть, ну, что-то такое из разряда деды воевали, когда три месяца, и готовый офицер, правда, на фронте он жил трое суток, примерно так же, как живут сегодня иногда российские контрактники. Вот это проблемы, которые очевидны, в том числе и со специалистами, ну, давайте вспомним еще летчиков, давайте вспомним моряков, которые снимаются с кораблей военных, переводятся в морскую пехоту, в лучшем случае, или просто в штурмовые группы, например, адмирал Кузнецов. Это говорит о том, что проблема с кадрами, она перед Россией стоит, и восполнить за это время они ее точно не могут в условиях войны, поэтому им нужна передача, возвращаясь к предыдущим комментариям. Спасибо, Сергей, спасибо вам, что включились этим утром, спикер украинской добровольщики. Спасибо вам, тихого дня. И взаимно. Сергей Брачок был у нас в эфире.